Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Канавинская. Поезд следует до станции Гуревестник. Впервые в истории Нижегородского метрополитена названия станции будут объявляться на двух языках. Таким образом, готовятся к предстоящему Чемпионату мира по футболу в 2018 году и создают более доступное информационное поле для иностранных гостей. Озвучивание направления идет на русском и английском. При этом автозаводскую линию объявлять будет мужской голос, а Сормовско-Мещерскую – женский. В связи с предстоящим пуском в эксплуатацию станции «Стрелка» Нижегородский метрополитен получит законченные версии двух независимых веток метрополитена. Это так называемая автозаводская, поезда будут следовать от станции «Паркультур» до станции «Горьковская» и Сормовско-Мещерская линия, когда поезда будут следовать от станции «Буревестник» до станции «Стрелка». Соответственно, пересадка будет осуществляться на станции «Московская» и в избежание вот этой путаницы человек сел и по голосу уже определил – ошибся он, не ошибся. Речевые информаторы в Нижегородском метрополитене не менялись с 2013 года, пока на английском будут объявлять только названия станций. Подобную практику уже применяют в столице. Нижегородцев такие изменения безусловно радуют. Я считаю, что это правильно, потому что метро посещают не только русскоязычные, но и гости нашего города. Конечно, это правильно. Тем более в преддверии чемпионата мира тут будет народу много, туристов. Все это правильно. Мне кажется, у нас достаточно очень много иностранцев приезжать в Нижний Новгород. Почему бы и нет? То есть вы считаете, что это правильно? И студентов у нас очень много иностранцев. Конечно, обязательно надо. Сейчас двуязычное объявление запустили только в брендированном поезде. За неделю планируют переоборудовать весь парк. К маю 2018 года должны еще появиться информационные указатели на двух языках и пиктограммы. Алексей Батурин, Ренант Бигбаев, Объективное НТВ.